вот решил почистить печку пора бы сейчас осень зиму сейчас почистить чтобы где-то месяц-полтора уже не чистить главное почистить здесь теплообменник в принципе то и все вот такая печка это давайте начнем подух 12 вольт скрывается немного прикрываем когда ветер сильно раздуется к нему упрямитель 12 вольт такая улитка вот этот рычаг голосники шуруют но я потом покажу 24 вольта дворники к нему выпрямитель 24 вольта изначально печку делал объем был на 3 ведра утром вечером высыпать что-то напрягало еще бункер сделать это крышку убрал сверху бункер поставим на 4 ведра сейчас получается 7 ведер сутки свободно горит здесь не морали да хотя так она мне прогорела принципе я могу показать как она принципе работает вытяжку еще поставил здесь высыпайся равно немного напылит это печь длительного горения шахтного типа на как-то вот так ну вот возьмем сейчас где-то 50 наберут температуру будем так у нас температура упала регулировочная температура от титана старого примерно 10 40 50 60 так нам бросал вот напустим у нас температура упала в том шагнул в нем или сработали температуру набрал хотя сколько выставляем отключается и автоматически я принципе рукой просто показываю температура где-то разбежка 2 градуса вот так шурнул немного там он регулировать сколько оборотов будет шуровать ну как зависимости когда печку почистишь она хорошо посыпается потом немного породой забивает и начинает у нас плохо прошуровать ну здесь немного винт добавляешь четверть оборотов он раза 3-4 будет прошуровать вот это двигаться рычаг туда-сюда надо добавить еще будет но это зависимости как тебе надо так будешь устраивать ладно сейчас вот крышку теплообильника сниму и так немного покажу что-то там приступим к теплообильник не сильно забью сну нарастает немного сажен нарастает сейчас я включу фонарик лучи на труба его такую приспособу сделал и вот так она очищается здесь все равно забила потихонечку сейчас вытяжку включать чтобы много пыль уходила ну вот это чистить принципе раз в месяц за глаза хватает можно даже и больше на два месяца ну многовато 2 будет будет вот так там горит снизу выходит сюда и туда уходит вот так там неплохо видать там снизу лючок открываешь и вот эта вся зола воде снизу и получается и там теплообильник почистится так как шурует можно показать принцип какой сейчас немножко вытяжку включим еще горячего то немного пыль идет ну короче так и блин так не видать ничего получается принцип какой половина колосников неподвижный половина подвижный вот она потихонечку и шевелит подвижную часть и шла просыпается лень двигатель прогресса чтобы не ходить изначально у меня было на просто рычаг привода никакого не было потом нет нет подходишь прошуровываешь надо некоторое время все равно прогорает шлаг не весь не просыпается подшернуть надо а потом чё так подумал а чё б не найти привод какой-то нашел вот такой двигатель от дворников на 24 вольта мощный хватает вполне ну вот так как-то ладно как все буду чистить я не буду снимать потом когда разжигать будем можно будет снять здесь когда чистишь ничего не будет ничего интересного так вот теплообменник почистил плохо видать лючок открыл все вычистил сейчас вот там все учу этот бак я снял бункер здесь он немного мешает водить почищать сбоку получается у него такая система как-то вот так надо посмотреть как она шурует в принципе сейчас мы включим вентилятор я отключил как не думал вот я снял колосинки но что-то я думаю здесь расстояние большевата не просыпается сильно надо уменьшить там пруд есть мы его как-нибудь а другие сварим вот принцип двигается как вот и все и она шурует вполне нормально это толстый у меня только такой пруд есть ну и пойдет просто немного будет больше против не и все сейчас а это мы оставим тогда так это логуль будет покрупнее это для такого кто где породы побольше у меня сейчас хороший породы мало такие широкие блин не надо будет просыпаться сильными посыпать на гуголь который поменьше он не сгорает а просыпается ладно сварим поставим процесс варки резкий там не буду показывать неудобно там ладно до встречи а